Всем привет! Если вы еще не знаете, чем заняться на выходных, не переключайтесь. Я, Наталья Медведева, расскажу вам, как не скучно и с пользой провести ближайший уикенд. Итак, поехали! 19 января православный мир отмечает крещение Господне. Приобщиться к светлому празднику можно не только, совершив купание в ледяной проруби. Укрепив дух и тело, поспешите услышать прекрасное пение. Щелковский районный культурный комплекс приглашает 20 января на концерт хора Валаамского монастыря. Начало в 8 часов вечера. В субботу в юношеской районной библиотеке будут вспоминать творческое наследие Ивана Васильевича Рудакова. Известный щелковский поэт, долгое время руководивший литературным объединением слова, автор многочисленных стихотворений, в том числе и слов гимна Щелкова, ушел из жизни в 2011 году. Вечер памяти талантливого поэта, а вокруг земля в травах шелковых, начнется в 12 часов. Выходные, как всегда, будут насыщенными спортивными событиями. В субботу в универсальном спорткомплексе Подмосковья пройдет игра чемпионата Москвы по мини-футболу среди команд, возраст игроков которых 10 лет и младше. В 11.00 приходите поболеть за наших, они сыграют с ЦСКА-2. Чуть позже мини-футболисты уступят поле товарищам постарше, которые сразятся в первенстве России по мини-футболу. В 4 часа дня команда Щелковского района играет с тыверцами, матчи первенства продолжатся и в воскресенье. В 10.00 наши сыграют в Солнечногорском. Сразу после этой игры в войска Подмосковья стартует еще одно массовое спортивное мероприятие – Паралимпийский футбольный день. А какими премьерами порадовал мир кино? На этой неделе вышла в прокат историческая драма «Две королевы». Действие фильма разворачивается в Англии 16 века, где в отчаянную борьбу за престол вступают Елизавета I и Мария Стюарт. Если ну очень хочется острых ощущений, сходите на фантастический триллер «Стекло». Это третий фильм серии «Неуязвимый» – продолжение истории про преступника с множественным расстройством личности. А может, предпочтете походу в кино «Уютный вечерок» с хорошей книгой? На этот случай у нас для вас хорошие новости. Издательство «Эксмо» выпустило серию позитивных рассказов, авторами которых выступили Наталья Шумак и Татьяна Чернецкая. В двух сборниках «Чудеса случаются» и «Шоколадное настроение» рассказы о простых людях, жизненные истории которых вдохновляют и заряжают энергией. Они учат нас доброте, борьбе за счастье и позитивному мышлению, которое так необходимо. Не правда ли? Ну что ж, надеюсь, вам есть из чего выбрать, и эти выходные запомнятся вам надолго. За нашими анонсами также можно следить в социальных сетях. А мы с вами увидимся через неделю. Отличных вам выходных!